Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Итак, друзья мои, завершился 8-й Рамштайн по помощи Украины. Было 54 министра обороны различных стран. Есть, скажем так, часть открытая, есть часть закрытая этой информации. Поэтому открытую можем обсудить, что нам передают. Помощь на самом деле огромная. Начнем сначала с неприятного, потом перейдем к приятному. То есть неприятное это то, чего нам пока что не дали. Да, нам не дали пока что НАТОвскую боевую авиацию. Хотя, Нидерланды уже заявили, что они рассматривают вариант по передаче нам истребителей F-16. Но это пока что не решение. Соответственно, отставляем в сторону, знаем, что оно у нас есть в запасе. По крайней мере, это уже обсуждается и это уже сдвинулось с мертвой точки. Раньше даже истребители НАТО даже не обсуждались. Нам давали только советские. Окей, это понятно. Это первый момент. И второй момент полупечальный. Это танки. С одной стороны, действительно, это печаль. Это Шольц в своем репертуаре, он просто струсил. Вот честно и откровенно, в данной ситуации Шольц струсил и побоялся Путина. Побоялся, что Путин там, я не знаю, что он ему мог сделать и каким образом он ему там мог это все сделать. Но из песни слова не выкинешь. Шольц струсил. Вот так. Да. И танки не дал. Окей, хорошо. В то же самое время нельзя сказать, что все так плохо. И Германия настолько однозначно плохо. Потому что та же Германия передает массу других вещей. И сейчас вы о них услышите. Поэтому вот сказать, что струсил до конца. Струсил, но не дотрусил. То есть вот где-то они что-то таки передают. И сумма там будет значительная. Там, по-моему, на миллиард евро. Поэтому сказать, что вы знаете, Германия взяла и тупо спрыгнула. Тоже не получится. Потому что бронемашины они нам передают. Те, которые мы раньше просили. Окей, хорошо. Ну дали, дали. Ну не дали, так что нам? Что же мы сделаем? Тем не менее, танки нам дают. Не волнуйтесь, не те, так другие. Успокойтесь. И теперь к приятному. Переходим к тому, что мы да, получаем. Я сейчас просто просматриваю списки. Я же говорю, есть открытая часть, есть закрытая часть. Переходим к тому, о чем говорить можно. Прежде всего, помощь Соединенных Штатов Америки. Значит так. 59. У меня тут цифры другие. Но я же знаю уже то, что сегодня Остин сказал. Они передают нам 59 штук БМП. Брэдли. Раньше была цифра 50 штук. 90 штук страйкеров. 55. Минных машин. Это Макс Икс. Есть такие огромные, такие дуры. Машины бронированные. Их можно использовать в бою. Это те же самые БТР. И 350 бронированных Хамвей. Ну, тут без вариантов. Это шикарная вещь, которая и в бой, и в строе везде годится. Просто абсолютно везде. Это бронемашина, на которой это наше все. Дальше. Они передают 8 систем Avenger. Это ПВО. Они передают 36 105 мм гаубиц. Легких, маленьких, которые можно прицепить, в общем-то, даже к джипу. Большому джипу. Они передают, я так и не понял, то ли 18, то ли 19 155 мм гаубиц. Речь идет о М109, которые мы уже раньше получали. И передают 18 автомобилей обеспечения боеприпасами. Это для тех же самых САУшек. Передают сотни тысяч снарядов различных типов. И мин для минометов 120 мм по количеству снарядов. Точной цифры нет. Там огромные цифры. Там огромные цифры. Вчера речь шла. В прошлом, точнее, в прошлом пакете шла речь о 300 тысячах. Сейчас еще больше. То есть там большие цифры. Дальше. Речь идет о 4 тысячах авиационных ракет типа Зуни. Которые плюются приблизительно на 11 км. Которые можно запросто использовать с наших самолетов. Те, которые у нас есть. Они лучше аналогичных советских ракет. Потому что просто летят дальше. И, соответственно, попадают туда, куда надо. И самолет при этом не рискует. Дальше. Порядка двух тысяч противотанковых ракет. Ну, в данной ситуации не было названо слово «Джавели». Но, понятное дело. В общей сложности более 1200 снарядов дистанционного минирования. 600 снарядов высокоточных. Это, как говорится, выстрелил и забыл. За 60 км прилетает куда надо. 500 противотанковых ракет «Тоу». Это потяжелее нашей «Стугны» будет. Принцип действия тот же самый. Но потяжелее. То есть, она разносит любой рашистский танк в хлам. С любого расстояния, собственно говоря. Дальше. Не установленные, не указанные боеприпасы для «Хаммерсов». Подчеркиваю, дальность не указывается. Вот так вот. Ракеты ПВО. ПИАМ-7. Стрелковое оружие и море боеприпасов к нему. Противотанковые боеприпасы «Клеймор». Приборы ночного видения и запчасти. Теперь по... Да, да. Передаются также нам ракеты к «Носамс». И заканчивается подготовка к передаче «Патриота», который шел другим пакетом. Это не «Коспатриоты» были выделены раньше. Соответственно, это идет другим пакетом. Но, опять-таки, о них упоминалось. Теперь поехали по Великобритании. 14 тяжелых танков «Челленджер-2». По одним сведениям 24, по другим сведениям я знаю о 30. САУ АС-90. Это... Как вам сказать? Это предтеча польского «Краба». Немножко более старая, но вполне боеспособная. Натовский калибр – замечательная вещь. До 200 единиц бронетехники. Ну, тут различные. Тут могут и «Вольфхаунды» быть, и «М-113», и все что угодно. Британия не давала точных данных о том, что именно она передает нам. Какие именно виды бронетехники. Главная цифра – 200 штук. Дальше. 100 тысяч артиллерийских снарядов, 155 миллиметров. Сотни ракет, включая «Старс-3». Это ракеты, которые сбивают... Это противовоздушная оборона. Замечательные вещи. Более 100 беспилотников. А также запчасти для более чем 100 танков и бронемашин. Следующая у нас идет... Давайте запустим Германию. Посмотрим Германию. Значит, Германия. Одна батарея ЗРК «Петриот». То есть, это уже вторая батарея после того, как передает США. И 40 боевых машин пехоты «Мардер». Это такого уже уровня, как американские «Брегли». Замечательно. То есть, вот хотя бы эти вещи. Ну и там Германия еще массу других вещей передает. А то уже более, скажем так, тягачи и так далее. Мы в данном ситуации говорим о оружии. Ну, немцы, например, передают установки для разминирования. То есть, вот когда нужно проломить оборону. Ты сначала уничтожаешь минное поле. Потом, соответственно, уже танки идут. Вот немцы передают такие установки. Поэтому сказать, что они ничего не дают. Но они дают этот пакет, который немцы дают, он на 1 миллиард. Поэтому, ну, как сказать. Да, Шольц трусил передавать танки. Видимо, Путин чем-то его там пужанул. Но, с другой стороны, он передает массу других вещей. Окей, хорошо, ну, окей. Дальше. Давайте от Германии перейдем к Литве. Значит, зенитные установки Л-70. Это скорострельные пушки. Два вертолета типа Ми-8. Системы ПВО и боеприпасы. Снаряды, снаряды, снаряды. Нам они очень нужны. Переходим к Эстонии. Более 20 гаубиц пушки. Дальше. Более сотни гранатометов Карл Густав, которые прекрасно себя когда-то показали и в Киевской области, и в Черниговской области. Из них тут накрошили море, море российских танков. И не только, и в Харьковской области их использовали. Машины поддержки артиллерии. Неуказанное количество. И боеприпасы. Боеприпасы для ранее переданных нам систем вооружений. Латвия. Латвия передает, насколько я знаю, вертолеты. Я точно не уверен, по-моему, то ли Ми-8, то ли Ми-17. Но это, будем говорить, они похожи. Латвия передает нам неустановленное количество беспилотников. Передает нам стингеры. А также стрелковое оружие, прежде всего, немецкие пулеметы и боеприпасы. Канада. Канада передает нам зенитно-ракетный комплекс НАСАМС и 200 БТРов Сенатор, которые уже у нас есть. Если я не ошибаюсь, на настоящий момент у нас было, ну, они нам сначала передали 39 штук. Понятно, что-то там уже мы потеряли. Но какое-то количество у нас, конечно же, еще есть. И показали себя с лучшей стороны. Соответственно, нам еще 200 штук передают. Замечательно. Дальше, переходим к Швеции. Швеция нам передает, ну, наша любовь, это противотанковые ракеты НЛАВ. Выше только звезды, круче только яйца. Да, это суперовая ракета, без которой, конечно, вообще никуда. НЛАВы, НЛАВы, это наше все. Почему шведы передают, потому что у них производство и Великобритания, и Швеция. Раньше нам Великобритания их давала, теперь дают Швеция. Это, собственно говоря, их тоже. Дальше, они нам дают, насколько я понял, 12 арт-установок, лучших в мире арт-установок Арчер. Это САУ. И 50 БМП, СВ-90. Это, опять-таки, класс. Это БМП прорыва, это уровень Брэдли. Или же немецкого Мардера. Так что, вот, еще БМП прорыва получили. Дальше. По Германии я сказал, по Чехии. Чехия передает нам приходящие из ремонта танки Т-72. Напомню, они собрали эти танки, по-моему, там уже 130 штук общей сложности на восстановление. Часть из них уже восстановили, часть прямо сейчас восстанавливают. Часть передают нам. Вот они сейчас собрали, поскупали, откуда только возможно, эти танки. И, соответственно, они их нам передают. Дальше, что у нас еще тут будет? Попытаюсь понять. Польша. Смотрите, Польша нам передает оружие. Тут постоянно передает. Они сейчас не афишируют, что они делают. Но, поверьте мне, это хорошие вещи. Значит, по Польше тут есть большой вопрос, потому что их премьер-министр сказал следующую вещь. Если Германия не поставит в Украину танки Леопард, ну тогда мы поставим их вместо Германии. Речь шла приблизительно о 14 штуках. В принципе, уже выступал представитель немецкого оборонного ведомства и сказал, что ну а мы ничего не можем сделать, если Польша их передаст. В таком разрезе высказался. Ну окей, хорошо, посмотрим. Посмотрим, насколько это окажется все правдой или неправдой. Но есть такая опция. Плюс Польша продолжает передавать нам советские танки. Или, скажем так, модернизированные советские танки. То есть, будет кое-что. Дальше. Италия. Италия вместе с Францией. Значит, батарея. Зенитно-ракетный комплекс. Сам ПТ. Прежде всего, это тот же самый Патриот. Это не Патриот, конечно. Но это такого же уровня противоракетная оборона, как и Патриот. Это противоракетная оборона, заметьте. Такого же уровня. И такого же качества. Только производство не США, а Франция и Италия. Мы получаем еще одну батарею такую. Соответственно, замечательно. Я напомню, что уже были у нас как бы две батареи. Одна Патриоты от Германии. Одна от, скажите мне, Соединенных Штатов Америки. И вот, франко-итальянская. Соответственно, сам ПТ. Так, по Нидерландам. Нидерланды дают большие деньги, но не афишируют на что именно. Известно пока что о еще одной батарее ЗРК Патриот. Зенитно-ракетный комплекс Патриот. То есть, это уже третий Патриот. Ну, а если учитывать франко-итальянский, то их получается уже четыре батареи будет. Каждая из них накрывает, чтобы вы понимали, радиус где-то километров семьдесят. Большая, большая дура, которая работает по любым ракетам, по баллистически и все равно. Дальше, теперь в отдельности по Франции. Значит, из того, что сказали... Из того, что сейчас известно. Они передают нам колесные танки 40 штук АМХ-10. Это легкие танки, но там пушка как раз совсем не легкая. 105-миллиметровая пушка. Это танк-уничтожитель танков, уничтожитель бронетехники, уничтожитель любых укреплений. Потому что дальнобойная, очень точная пушка, очень быстрый, маневренный. Спасибо на том. Да, и еще один интересный момент по Франции. Франция рассматривает передачу для клерков. Ситуация такая... Это танк тяжелый, французский, который ничем не хуже Леопарда. Ситуация пока что такая же, приблизительно на том же уровне, как у Нидерландов СФ-16. То есть, ну, рассматривается. Посмотрим. Посмотрим, какое решение будет принято. Ждем. Пока что с танками... Американцы говорили, что с танками вопрос пока открыт. Ждем. Дальше. Франция же передает нам... Ну, я разное количество слышал. БТР, Бастион. Это БТР... Ну, это такой, знаете, это противоминный. И это БТР. Противоминный, когда я говорю, что это значит? Это значит, что у него, вот в отличие от, например, Хамви, у которого днище плоское. Да, у этих противоминных, у них днище вот такое вот. Когда под ним взрывается мина, то взрывная волна идет в разные стороны. Соответственно, они нам передают БТР и Бастион. Я разные цифры слышал. Сейчас их не указали. Я слышал и 40 штук, и 50 штук. Посмотрим, посмотрим, сколько их будет на самом деле. Ну, вот это, ребятки, основное то, что нам сейчас... Это из того, что можно доложить. Можно доложить и из того, что нам передают. Что там будет еще дополнительно, потому что, вы прекрасно понимаете, никто не говорит всего до конца. Но это надо быть полным ислом, чтобы сказать, да, то, что там до конца все имеется в виду. Никто никогда ничего не конкретизирует, скажем так. Так, увидим на поле боя. Я уж молчу там о Турции. Там сотни БТРов тех же самых, да, но вот молчат. О Турции те же самые аналоги Хаймерсов. Тоже о них скажут. Ну, вот есть, да, сколько, да бог его знает, сколько. Может много, может очень много, никто не знает. Короче, ребята, получаем все, получаем все, включая танки. Да, западные танки идут со скрипом, но, знаете, уже пробили. Уже есть французские легкие танки, уже есть основной британский танк. Танк Челленджер-2. Вполне возможно, что Польша, а также Чехия и Словакия передадут нам леопарды. Там не только они, там еще могут передать. Поэтому это все в процессе, как говорится. Я думаю, что договорятся до всего и все будет. Германия не хочет, чтобы, знаете, вот Путин считал ее вот ответственной за то, что Украина получила танки-леопарды. И вот у них чувство вины. Хотя, извините, с ними воевала не Россия. Россия там дальше была. Украина воевала вторую мировую. Ну вот, у них такое чувство вины почему-то перед Россией, которая отсиживалась за нашей спиной там сзади во время войны. Ну, такое дело. Вот так вот все это. Значит, ребятки, все нормально. Пакеты огромные. Все это, если в деньгах посчитать, я даже не знаю, насколько миллиардов долларов. Главное это, чтобы оно дошло как можно быстрее. Да, все страны без исключения практически говорят о обучении персонала. Это очень важно, потому что, сами понимаете, тот же франко-итальянский этот комплекс ПРО. Ну, как можно его использовать, не обучив персоналу и так далее. То есть, речь идет, естественно, об обучении персонала всему этому делу. Вот. И о правильном использовании. Если это все будет использовано очень правильно, ну, сотрем врага в порошок. Слава Украине!